Сегодня я расскажу вам о том, как правильно утеплить мансардную кровлю изнутри толщиной утеплителя в 25 сантиметров. Меня зовут Павел Рыбаков, я занимаюсь кровельными и фасадными работами. Если вам интересна тема загородного строительства, то подпишитесь на мой канал и поставьте колокольчик, потому что каждую неделю я буду рассказывать о том, что такое качественный загородный дом. Ту кровлю, на которой сейчас будет происходить монтаж утеплителя, мы уже показывали ранее в наших видеороликах, только показывали ее со стороны о том, как неправильно монтировать утеплитель. Наверху видите в коньке, там дырка у вас, там вот видите, там ничего нету утеплителя, соответственно, если бы они порой изоляцию сделали, у вас бы там в этих местах был бы косяк. Вот это все нужно правильно, качественно утеплять. Да, но тут в коньке у вас прям конкретно, конек вообще плохо утеплен. А не вижу, вот надо сюда, тень падает. Так видно? Да, да, да. Видите, в коньке прям щель там большая. Ну вот, где балки, где индовы, где сложные места, ну короче, что-то сделано некачественно. Надо было утеплитель подрезать под углом, чтобы он прилегал нормально, а это узел не сделан, не выполнен. Соответственно, эти места будут промерзать. Ну вот место, например, видите, утеплитель, вот разве такой зазор может быть? У вас тут вон улица. Такого зазора не может быть. То же самое здесь, видите? То есть накомкано, напихано, непонятно. Ой, надо было тогда вот... Вот этот зазор, вот этот зазор. После того, как мы с заказчиком пожали друг другу руки, мы приехали на объект, сделали демонтаж утеплителя, договорились с ним о том, что мы делаем утепление в общей сложности 25 сантиметров. У него стропила 20 сантиметров, значит, берем две десятки и утепляем 20 сантиметров кровлю. И потом еще для того, чтобы нам перекрыть мостик холода, который может образовываться между утеплителем и стропилиной, мы перпендикулярно стропилом пускаем еще один брусок 50 на 50 и заполняем его утеплителем. После этого мы делаем пароизоляцию, но это уже в другой серии. Сегодня у нас идет утепление мансардной кровли, толщина утеплителя 25 сантиметров. Приятного просмотра. Первый участок, который мы будем утеплять, это у нас зона мурлата только с обратной стороны. У нас тут есть небольшое расстояние, по высоте у нас мурлат 15 сантиметров, соответственно, по высоте с обратной стороны эти 15 сантиметров мы будем заполнять. Значит, для того, чтобы нам начать утеплять зону мурлата с обратной стороны, соответственно, нам нужно сделать замер. Мы замеряем расстояние от одной стропилине до другой. Получается у нас 45 сантиметров, соответственно, такой кусок мы отрезаем. Так, мы взяли, отрезали наш кусочек небольшой. Сейчас будем его укладывать в наш пролет. Важно, чтобы он примерно был по высоте 15 см, по такой же высоте, как у нас идет и мурлак. Дальше мы будем укладывать утеплитель между стропил. Соответственно, нам нужно отрезать на полсантиметра больше. Там у нас было 40,5 см. Сейчас, значит, нам нужно отрезать 41 см по ширине. Отмеряем по ширине. С одной стороны. С другой стороны. Прикладываем какую-то линейку. В данном случае это у нас правило. Соответственно, после того, как обрезали, начинаем вставлять. Значит, здесь у нас стропила, высота 20 см. Мы будем укладывать два раза по 10. Аккуратно его туда вставляем. Получается, все, у нас утеплитель. Нету никаких бугров выступающих. По краям тоже все аккуратно вставлен. Нету никаких изломов. Отрезаем вторую полосу. По такой же ширине. С одной стороны отмеряем. С другой стороны. И обрезаем утеплитель. Устанавливаем по высоте второй ряд. Аккуратно. Дальше нам нужно установить утеплитель вот в эту часть. Взять небольшой кусок. Соответственно, вставить его сюда, чтобы у нас здесь все было заполнено. И важно перекрыть вот этот стык. Соответственно, мы возьмем. У нас будет вот такой вот небольшой кусок. И дальше уже целиковая плита. Она пойдет у нас наверх и перекроет стык. Так. Возьмем небольшой отрезок, который у нас был. Остаток. И отрезаем нужную ширину. Теперь вставляем этот кусок в наше место. Так, вставили. Теперь берем целиковую плиту такой ширины 41 см. Вставляем ее так, чтобы нам перекрыть вот этот стык. Соответственно, отрезанную часть мы опять вставляем между строками. Вот так вот. После того, как мы установили 20 см утеплителя, желательно этот утеплитель закрепить в веревку, чтобы он не выпадал. Соответственно, берем степлер обычный, строительный. Щелкаем. Прибиваем веревку. И начинаем ее змейкой устанавливать. После того, как мы натянули нитку, для того, чтобы у нас утеплитель не выпадал, нам нужно перекрыть утеплителем также вот эту щель. Вот этот небольшой зазор. Для того, чтобы максимально у нас не было никаких мостиков холода. Потом, после того, как мы законопатим вот эту щель, мы уже будем устанавливать вот так вот вертикальный утеплитель, для того, чтобы перекрыть вот эту зону мурлата. Также для того, чтобы у нас вот эта часть была максимально защищена от теплопотерь. Отрезаем небольшие полоски и вставляем аккуратно их в наш зазор. Для того, чтобы нам нормально установить утеплитель вот в этой зоне, нам нужно замерить вот эту высоту и вот эту высоту. Мы будем обрезать верх под углом, для того, чтобы утеплитель не подминать. И он у нас вот так вот здесь вот пойдет под скос. И вот так вот мы его будем устанавливать. То есть замеряем длину, соответственно, высоту одну, высоту вторую. Подрезаем и устанавливаем. Да, замеряем одну высоту. Сколько она у нас? 20. 20. И вторую высоту сколько? 27. 27. И начинаем обрезать на утеплителе. Есть вот такая вот у нас плита обрезанная уже 27 сантиметров. С другого края нам нужно отмерить 20. Отмечаем 20 с одной стороны. 20 с другой стороны. Отрезаем для того, чтобы нам сделать линию, по которой нам проще будет отрезать. И под углом начинаем резать утеплитель. Супер идеально нам не нужно. Нужно просто немного придать угол, для того, чтобы утеплитель у нас аккуратно встал в эту зону. Зона мурлата. После того, как обрезали, начинаем устанавливать его аккуратно, поджимая по краям. И так мы делаем по всему периметру. Мурлата с одной стороны нашей плоскости, нашей кровли. И соответственно тоже самое с другой стороны. После того, как мы установили утеплитель в мурлат, мы прикладываем брусок, для того, чтобы нам уложить еще один слой утеплителя. Чтобы у нас в общей сложности получилось 25 сантиметров. Брусок мы делаем возле вертикального утеплителя. И, соответственно, либо закручиваем его на саморезы, либо прибиваем на гвозди. Кому как удобнее. После того, как мы сделали периметру. каркас нам нужно установить уже непосредственно сам утеплитель. Берем плиту 5 сантиметровую и устанавливаем. Аккуратно перекрывая стропила, он уже немного хуже держится, потому что ребро у нас всего 5 сантиметров. И сразу начинаем устанавливать шнурку, делать ее зигзагом для того, чтобы у нас плита утеплителя не вываливалась. Если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на наш канал, потому что каждую неделю я буду рассказывать и показывать о том, что такое качественный загородный дом.